Религия – это очень мощный механизм, который позволяет не только объединять людей и строить города, но также и разрушать их. Многие философы ещё сотни лет назад писали о религии как о способе угнетения народов и одурманивании, но с научной точки зрения религию начали рассматривать не так давно. В последнее время много работ публикуется на эту тему в странах, где это не запрещено на государственном уровне. Многие понимают, что изучение механизмов религии ведёт к познанию самого человека, а реакция людей на те или иные события и действия помогает одним понимать когнитивные процессы в развитии общества, другим безболезненно для себя управлять этим обществом, не забывая о своих интересах. В описываемом исследовании учёные задались целью узнать, а одинаково ли люди представляют себе Бога, Его внешние и внутренние качества, учитывая естественно те данные, о которых знают верующие, а именно что никто не может увидеть Бога. Но всё же верующие, обращаясь в своих молитвах, визуализируют его образ. Исследование проводилось с участием американских христиан. В литературе и искусстве часто можно встретить образ пожилого сурового белобородого мужчины. Но видят ли его таким, визуализируя лица, люди опираются на представление об умственных способностях, темпераменте и многие другие факторы, которые могут отражаться на лице. К примеру, когда люди описывают получателей социальных пособий, они описывают их как людей с унылыми глазами, чтобы описать нехватку ума. А когда верующие описывают атеистов, то в описании преимущественно маленькие глаза и узкие подбородки, что указывает на нехватку честности. К тому же из-за давления в американском обществе в отношении политкорректности, многие не признаются вслух, что они видят получателей пособий чёрными, но при описании будут выбраны именно более тёмные лица. Также верующие люди редко признают, что они представляют что Бог обладает человеческими качествами. Тем не менее, описывая его, они используют именно этот инструмент, проектируя на лицо Бога человеческие ментальные качества. Поэтому очень интересно было учёным узнать, как представляют его верующие разного возраста, цвета кожи и политических взглядов, при этом находящихся в рамках одной и той же религии. Различные исследования свидетельствуют о том, что мотивация к вере и когнитивные предубеждения определяют, как люди оценивают Бога. Мотивация. Фрейд утверждал, что вера в Богов черпает свою силу из того факта, что она вытекает из наших инстинктивных желаний. В том числе, из необходимости формировать привязанность с могущественной фигурой отца. Беккер связывал религию с мотивацией превзойти смерть. Маркс рассматривал религию как вздох угнетённого существа, предполагая, что это мотивация к контролю и автономии. Современные психологические исследования поддерживают некоторые предыдущие представления, определяя конкретные мотивации для людей. Так, люди, лишённые контроля, склонны видеть Бога как более влиятельного, тем самым компенсируя контроль. Люди, которые оказались втянутыми в межгрупповые конфликты, видят Бога как более авторитарного и наказывающего, чтобы урегулировать конфликт. Точно также образ представляют люди переживающие стихийные бедствия, а люди с нехваткой внимания и любви соответственно представляют его более любящим. Всё вместе это указывает на те процессы, как люди придумывают себе Бога, помогающего в их потребностях. Когнитивные искажения В отличие от более ранних взглядов учёных, которые выделяли важность мотивации в религиозных убеждениях, современные антропологи подчёркивают важность когнитивных предубеждений, а это отклонение от реальности, приводящее к нелогичным поступкам и иррациональности. Это тесно связано с анимизмом или верой в одушевлённость всего материального и в частности в существовании души и духов. А также это связано с гиперактивным антропоморфизмом или неадекватным переносом человеческих качеств на предметы, животных, сверхъестественных существ и абстрактные понятия. В целом, учёные рассматривают религиозную веру как побочный продукт эволюции, взгляды людей подчёркивают особенную восприимчивость к эгоцентризму, что человек является центром всего. Похожие наблюдения отмечал ещё древнегреческий поэт и философ Силофон Калафонский в VI веке до н.э., отмечая, что если бы скот, лошади или львы имели бы руки и могли лепить своих богов, то каждый из них лепил бы бога по образу своему, но последние исследования подчёркивают, что люди представляют разум и внешность богов ещё более эгоцентрично. В данном исследовании учёные выяснили не только как люди представляют себе бога, но и какие мотивы и когнитивные предубеждения формируют этот образ. Мотивация определялась при помощи деления по политическим взглядам, разделяя опрошенных на консервативно и либерально настроенных христиан. К людям консервативных взглядов отнесли склонных максимизировать социальное урегулирование при помощи правоохранительных органов и авторитарного руководства, а к либералам склонных максимизировать социальную толерантность, межгрупповую гармонию и социальную справедливость. Для изучения влияния когнитивной предвзятости было изучено влияние эгоцентризма, при этом участников разделяли по полу, возрасту и расе. В результате получились довольно ожидаемые с точки зрения психологии образы. Консерваторы визуализировали более старого, мужественного, богатого и светлокожего бога, при этом менее любящего и более могущественного, а либералы описывали бога как более темнокожего и более любящего. В зависимости от возраста опрошенных колебался и возраст облика бога. А у африканцев бог был темнокожим, в отличии от светлокожих христиан. Но вот по полу разницы не было, и мужчины и женщины утверждали, что это мужчина, пусть даже и более женственный у некоторых опрошенных. В итоге получилось, что вопреки утверждениям христиан о том, что лицо бога непознаваемо, каждый из них имел почти чёткое представление о его внешности. А также утверждение, что христиане верят в одного и того же бога, оказалось ошибочным, потому как люди воспринимают его в зависимости от собственных политических взглядов и внешности. Тем самым демонстрируя, как каждый человек придумывает себе бога, опираясь на собственный эгоцентризм и удовлетворение собственных потребностей. Поэтому для того, чтобы увидеть лицо бога, верующему достаточно просто посмотреться в зеркало и вспомнить чего ему не хватает в жизни. Субтитры создавал DimaTorzok